Так, господа, начинаем наш ежедневный обзор курса Долл-Рубля. Из чего бы мне, господа, хотелось начать? Ну, я просто записываю это самое будет короткое видео по одной простой причине, потому что 10 дней я буду отсутствовать, а кроме меня в нашей команде никто видео записывать не будет. Поэтому, соответственно, в этой ситуации 10 дней вы от меня отдохнете. Тем, кому, как говорится, всегда нравилось и ждали, ну, господа, придется подождать. Естественно, мы к этому всему вернемся и будем дальше продолжать. Ну, а те, кто, как говорится, все время там писали о том, что что-то там их не устраивало, ну, порадуйтесь за то. Так вот, дело в том, что просто 10 дней отсутствовать, так сказать, буду и не смогу все время проводить эти анализы, тем более записывать видео. Анализ, конечно, проводиться будет, но, как говорится, не там, где находимся сейчас. Вот, поэтому, естественно, в телеграм-канале поддержка будет осуществляться, то есть в телеграм-канале информация будет все время поступать, и модераторы будут выкладывать, и, соответственно, администраторы, и непосредственно, конечно, я тоже по возможности тоже буду стараться. Вот, поэтому в телеграм-канале, господа, информация вся будет. А вот в YouTube-канале, ну, 10 дней мы будем отсутствовать. Поэтому видео будет очень коротким, обзор недели я вам сделать не смогу, но скажу о том, что какие произошли важные события. Во-первых, просто, скажем так, молния последнего времени, которая произошла, и я вам говорил, что, если кто помнит, пересмотрит видео предыдущее, пятничного обзора, и я вам сказал, что я жду, что Байден выйдет из гонки именно на выходных, чтобы не оказывать влияния непосредственно на рынке на следующую неделю. И так оно и произошло. Президент США Джо Байден отказался от своей попытки переизбраться, уступив неослабевающему давлению со стороны демократов, которые опасались, что он слишком слаб, чтобы победить Дональда Трампа, да, и внесли новый хаос выбора 2024 года. Все это я сейчас в деталях разбирать не буду, потому что, еще раз говорю, видео будет очень коротким. Более того, смотрите, были нанесены удары США непосредственно по хуситам, да, то есть о чем я вам говорил, где может начаться вся эта эпопея, и где, в принципе, как говорится, и надо инсценировать все эти действия, да, потому что, как я уже сказал, Америка все время находится везде в стороне. А вот тут уже она как раз будет втягиваться, так оно и произошло. Израиль ударил по Йемену в портовом городе Хадейда, начались серьезные пожары, притом участвовало не только, да, то есть удары израильских военных были нацелены на нефтяные резервуары в одном из портов, передает Альюм Пресс, а власти Израиля не прокомментировали атаку, пишет Times Israel Arabia, ссылка на источники, утверждают, что удар по Йемену был нанесен совместно Израилем, США и Великобритании, что и требовалось доказать. Но это не, как говорится, не самое главное, да, самое главное то, что ночью еще 19 июля, понятно, йеменские хуситы атаковали Тель-Вив, да, там выплывали ракетами, и мы помним тоже, что были достаточно серьезные попадания, притом именно рядом с консульством США, это тоже немаловажно. И смотрите, после этого сразу йеменские хуситы заявили в запрещенном твиттере, что в ответ на удар по Хадейду они скоро потопят один из самых больших кораблей США в мире, вспоминаем все мои слова, да, это просто к вопросу о том, что я же вам говорил. Вот это все я вам предсказывал заранее. В Министерстве информации в правительстве Йемена ответ американцам и сионистам будет жестким, то есть начинается вот этот процесс, и я вам говорил, что, естественно, у хуситов появится более мощное вооружение, что, естественно, они могут затопить там любой какой-нибудь авианосец и так далее, и с этого все понесется. И это еще не все, господа. После этого что еще произошло? После этого непосредственно помимо того, что было нанесено удар по Йемену, вот смотрите, кстати, начинается реакция тоже, МИД Египта, мы с большой обеспокоенностью следим за военными действиями Израиля на территории Йемена, кстати, все это тоже происходило в выходные, как я вам и говорил, что все события, которые могут оказать влияние на следующую неделю, естественно, проходят в выходные, которые еще больше обострят нынешнюю напряженность на всех фронтах, мы должны объединить международные усилия для поддержания безопасности и стабильности в регионе и предупреждаем об опасности расширения конфликта в регионе вслед за разведением кризиса в секторе газа, который толкнет весь регион в круг конфликтов и нестабильности. То есть начинается, да, как я вам говорил, что это будет новый очаг, и вот там как раз есть возможность наносить США прямой урон, как я уже говорил, именно когда они не действуют как прокси-вариант, да, непосредственно, то есть США воюют чужими руками, здесь они напрямую могут быть подвержены атакам. Ну и вот, что произошло еще самое важное, да, это израильские самолеты атаковали город Алдлун на юге Ливана, пишут в местных группах. То есть еще и Хазбалла туда подключается. В общем, серьезные события, пробежили мы просто по-быстрому, потому что я вам сказал, что в выходные это все может начаться, так оно и произошло. А вот, дальше мы в телеграм-канале, единственное, что, ну вот это вот как раз один человек погиб, и семеро получили ранения в результате удара БПЛА по консульству США в Тель-Авиве. Это вот с этого все начиналось. Ну и, конечно же, отставка Байдена, да, то есть я имею в виду выход его из предвыборной гонки. Все эти события, безусловно, сильно влияют на следующую неделю. Но, господа, есть еще очень важный момент, что конкретно касается курса доллар-рубля, это решение по процентной ставке и уплаты НДПИ. Вот я бы на этом прежде всего сконцентрировался, потому что в последнее время мы видели, что официальный курс у нас практически никак не менялся, да, то есть каждый раз мы его наблюдали, и все было абсолютно 3-4 копейки, там 15 копейки иногда, да, то есть что доллар США не менялся практически, что, собственно говоря, евро не менялся практически, да, что юань у нас практически не менялся, но уходил за 12, вот это очень важно было. И мы говорили о том, что, соответственно, прежде всего вот этот график нас интересует, так, не на этот я попал, вот он, смотрите, 87.50 по доллару-рублю. Пока мы его удерживаем, да, официально, неофициально, главное, что лучше, естественно, чтобы официально, официально у нас доллар был под закрытие 88, то есть 87.50 мы однозначно держим. И это имеет большое значение для того, чтобы оставаться в зоне ослабления. Но уплата НДПИ, впереди решение по процентной ставке, ожидание этой, естественно, ставки, да, к пятнице она только, соответственно, будет принята, естественно, безусловно, будет сдерживать курс на какое-то либо ослабление с большой вероятностью. И наоборот может даже, соответственно, начаться укрепляться. Мы об этом говорили. Поэтому, если 87.50 доллар-рубль не удержит, а это будет прежде всего связано с юанем, как только он пойдет ниже 12, потому что официальный курс у нас сколько? 12.03. Вот как только он начнет пересекать 12, а мы говорили о том, что идет поджатие туда, да, то после этого начнется непосредственно укрепление рубля. Связано это прежде всего, например, с уплатом НДПИ на этой неделе, да, и, соответственно, ожиданием ставки. Там будет и по Америке еще статистика определенная тоже, да, с экономикой, там американская будет связана. Но нас интересуют прежде всего вот эти события. И, как я уже сказал, это как раз повод, возможно, укрепление рубля. Но не забываем о том, что в последнее время вся эта динамика была абсолютно искусственная. И непонятно, как на самом деле сейчас Центробанк будет показывать эти объемы там продажи НДПИ, не будет. Ну, в общем, зачем нам надо будет следить? 12, если юань держит, значит, и официальный курс, особенно если, да, неофициальный, соответственно, там по Форексу он может, например, уходить на укрепление, но официально они могут рисовать опять 12. Вот пока мы находимся за 12, все это говорит о том, что мы идем в итоге базовый сценарий на ослабление 12.45. Если все-таки 12 начнет юань пробивать, вот тогда мы пойдем постепенно укрепляться, да, и это может при пробое 12 выйти в район 11.80, 11.60, мы уже вот эту зону с вами говорили, и, конечно же, не ниже 11.20. Вот это мы тоже говорили, что 11.20 для нас это просто дно по укреплению, но это очень глубоко, и я в такое укрепление не верю, потому что, еще раз говорю, все равно основной сценарий жду на ослабление. Вот пик НДПИ, уплата НДПИ, ожидание поставки, вот эти факторы курс могут удерживать. И, соответственно, по курсу доллар-рубля, да, здесь пробой 87.50, и вот если мы посмотрим вот на такой график, да, здесь у нас чисто алгоритмника показывает, куда по рынку Форекс может прийти непосредственно цена, да. Вот если мы будем находиться в зоне от 87.27 и до 88.70, да, то это всего лишь ренджевая динамика. Самое главное при этом, опять же, нам остается выше быть 87.50, а вот если брать по Форексу, то это уже должно быть за 88. Но мы знаем, что официально, непосредственно, как говорится, наш фундаментальный уровень это 87.50. Вот он у нас, он четко здесь очерчен, и он разделяет на ослабление и на укрепление, да. Поэтому вот по этой алгоритмике, конечно, мы видим, что должны вообще зайти за 88. То есть здесь уже как бы есть признаки на, соответственно, укрепление рубля, да. И если эта зона не посягает ниже там 87.20, 88.80, да, то это ренджевая зона. Если мы начнем опускаться в район там 86.50, это уже будет говорить о том, что есть вероятность развития как раз в сторону укрепления, да. И тогда мы можем пройти от 86 в итоге до 85 вот в эту зону на укрепление. Если все-таки мы будем находиться в зоне до 86.50, да, то есть, допустим, пойдем на укрепление, пробьем 87.50, но локально не будем пересекать 86.50. То есть это будет тогда вероятность, соответственно, выходить как минимум обратно на 88, да. И наоборот, если мы пойдем на ослабление за 88.70, то это 89.50 и, как я уже сказал, 90.90.20. Это вот тот предел, который мы ждем по ослаблению, если будет по курсу доллар-рубля направлено уже, как говорится, даже официальный курс, начнет в итоге двигаться в район 90, там 90.20, я считаю, пока предел. Это вот что касается доллара. И по юаню, соответственно, это нужно будет, во-первых, а, как я уже сказал, официально держать 12, не уходить ниже 12, да. И, соответственно, если пойдем вверх, то, опять же, 12.15, 12.20. Вот эта зона, что алгоритмикой подтверждается, что нашими, естественно, фундаментальными уровнями, которые находятся у нас и давно прочерчены, вот здесь вот 12.15, 12.20. Вот их мы ждем для того, чтобы говорить о том, что мы пошли на ослабление 12.45. Так что, господа, скорее всего, на этой неделе, еще раз говорю, событий будет много, будет вся эта перевариваться тема непосредственно с ударами хуситов, по хуситам, по Йемену, по, соответственно, Ливану, по, возможно, Хезболею и так далее. Там все это начинается. Я вам, в принципе, об этом предупреждал. И я вам говорил, что как раз там могут начаться те действия, которые начнет производить непосредственно коалиция, да, которая объединена в том числе против, естественно, противозападной, да, то есть непосредственно Китай, Россия, Иран, соответственно, Северная Корея и так далее, да, вот именно там, в этой зоне все это может начаться. И мы видим, перед тем, как Байден вышел из гонки, собственно говоря, начались вот эти удары. Я уверен, что, конечно, хуситам это никакого особого ущерба не несет, а вот то, что они могут потом ответить и подтопить, например, действительно, каком-нибудь авианосце и так далее, вот это, это очень серьезный прецедент, который, естественно, может потом привести к достаточно серьезной реакции, на самом деле, на рынках. И это уже появятся признаки, ну, уже появились признаки Третьей Мировой, потому что удар по Йемену, это уже, это уже Третья Мировая, фактически. И это включение, можно сказать, новых участников в этом конфликте. Поэтому это надо тоже момент учитывать. Ситуация с золотом, естественно, да, давайте посмотрим. Она однозначно, естественно, пойдет в итоге золото вверх. То есть сейчас оно пока вот как раз удержало 2,400. Помните, я вам говорил, что 2,400 мы пробивать не будем. Вот ровно как вот было вот здесь. Вспоминаем, как это было с 2,300 и потом куда в итоге золото ушло. Ровно здесь будет то же самое. Тем более вот эти вот события, они сейчас как раз этот тоже тренд поддерживают на разгон. А 2,400 пойдем в итоге опять на 2,440, 2,430, и дальше там 2,450. То есть опять в сторону 2,500. Это однозначно. Биткоин, вот сейчас посмотрим, есть ли у него реакция. Блин. Вот, смотрите. Биткоин пошел, но это фьючерс. Сейчас мы посмотрим, что конкретно сам показывает биткоин. Ну да, вот он, смотрите. С 65 он в итоге погнал уже к 70. Это вот как раз, во-первых, а, защитный механизм, потому что на самом деле ему расти не на чем. Абсолютно. И, соответственно, надежда на том, что там Трамп придет, раз Байден выходит из гонки и так далее. То есть это опять же, все это абсолютно придумки. Это чистой воды фуфло. Это чистой воды просто вот на самом деле найти повод для того, чтобы его разгонять. Все, больше ничего. Но факт остается фактом. Сейчас мы это видим. Притом он сейчас торгуется, в отличие от золота и так далее. Золото будет торговаться позже. Так что вот такая, господа, получается картина у нас. То есть, как я уже сказал, ждем. На этой неделе прежде всего смотрим, как будет реагировать. Очень мне интересно, как будет реагировать официальный курс. Потому что за это время он все время, еще раз говорю, такой был полу абсолютно искусственный. Все эти копейки, там 3-4 копейки движения и так далее. Ни о чем. Абсолютно не было. Даже когда там доллар либо сильно слаб, либо сильно креп. Неважно. Но сильно креп, конечно, на этой неделе практически такого не происходило. В основном он ослаблялся. Мы видели на предыдущей неделе. Поэтому здесь вопрос. Теперь в данный момент, кстати, на укрепление он может вполне пойти на этих событиях. Потому что в защитные активы сейчас пойдут. Мы видим, биткоин пошли, значит, и в доллар с большой вероятностью. В облигации попытаются. Там никогда доходность облигации вырастет. То есть, естественно, все это будет взаимосвязано. Так что посмотрим. Пока я считаю, что на этой неделе, по крайней мере, доставки сильных изменений не будет. Не знаю. Посмотрим, как Центробанк продемонстрирует в итоге уплату НДПИ. Что-то мне кажется, что они в итоге, как говорится, опять ничего не поменяется. И будут себя вести, в принципе, в том же виде. То есть, например, на Форексе могут сильные быть колебания. А Центробанк будет показывать опять какую-нибудь абсолютно не меняющуюся динамику. В общем, посмотрим, господа. На этом как я заканчиваю. Как я уже сказал, видео будет коротким. Просто хотел вас предупредить, что, ну, 10 дней придется побыть без меня. Рад кому, конечно, кто, как говорится, все-таки ждет и надеялся всегда посмотреть всегда видео. И, понятное дело, поддерживал канал и так далее. Всем таким спасибо. Кто, как говорится, не очень, тем на тех вообще по барабану. Вот, поэтому, собственно говоря, как говорится, дождитесь, пройдет 10 дней. И мы опять будем в эфире, опять будем все, собственно говоря, транслировать. Ну, а в Телеграм-канале, как я уже сказал, эта информация у нас будет выкладываться. Поэтому, собственно, в самом Телеграм-канале будут и прогнозы, и все. Единственное, что, конечно, тоже не будет непосредственно записи видео и трансляции. Вот это вот, ну, прямых эфиров там и так далее. Вот этого не будет. Но все остальное вы всегда найдете. И голосовые сообщения, и какую-то аналитику и так далее. Поэтому переходите в Телеграм-канал Трейдер Клаб Анализ Акций. Ссылочка непосредственно, как говорится, есть в описании любого видео. Поэтому всегда найдете, перейдете и сможете подписаться. Также напоминаю, что у нас есть абсолютно, как говорится, прямые эфиры. Но они, естественно, в общем, да, непосредственно по рынку, не только по валютам. И также, соответственно, услуга персонального сопровождения. Все это у нас тоже в Телеграм-канале. Вот так выглядят прямые эфиры. Ну, их сейчас тоже, естественно, не будет. Но сможете, по крайней мере, отслеживать анонсы. Они всегда будут в Телеграм-канале выходить. И также, соответственно, услуга персонального сопровождения. Тоже сможете ее найти. Выглядит она тоже в виде вот такого будет поста. Конечно, сейчас она тоже выкладываться не будет. Вот она, да. Вот в таком виде она выглядит. Сможете, если что, перемотать, посмотреть Там описание полностью, что она себя представляет Онлайн-сопровождение, консультация, обучение Все что угодно, все это в онлайн-режиме Тоже можете перейти и воспользоваться Ну и, собственно говоря, живой чат В который тоже можете переходить Подписываться, участвовать в дискуссиях с подписчиками Я думаю, вам тоже это будет полезно У нас абсолютно открытые комментарии Не нарушайте правила Никто вас за какое-то там Несогласие, например Или какими-то вашими идеями И так далее, банить не будет То есть у нас это все допустимо Главное уважать, как говорится, сообщество правила Ну здесь, естественно Мы будем делать обзоры каждый день Правда, вот, естественно, могут быть Такие вот моменты, когда на какое-то время И будем не каждый день делать Но в целом будем делать каждый день Каждый день создавать наши календари Также будем подробно разбирать Сейчас вот эти календари мы не стали делать На следующий день, потому что Соответственно, не будет Вот, поэтому, как бы, в целом Мы, конечно, каждый день полностью отслеживаем Основные события, я считаю, на этой неделе Я уже вам сказал Во-первых, посмотрим, что будет вместо Байдена Кто, придет ли там Выберут ли Камалу Харрис Или там еще кого-то и так далее Это тоже будет достаточно важный фактор Соответственно, посмотрим, как будет Проходить непосредственно уплата НДПИ И, соответственно, к пику Там это к пятнице Это как раз к решению процентной ставки Поэтому тоже все это понаблюдаем Особенно, как будет это делать Непосредственно официальный курс Центробанк Да, как он будет на самом деле Какие колебания будут на Форексе Ну и, конечно же, двигаться будем Каждый день, вот так, снимая к пятнице В пятницу подводим итоги всей недели Ну а, соответственно, подведя все итоги Неделя уже понимая, что там произошло На прошлое Прошлое мы уже подводили в прошлую пятницу И, соответственно, двигаемся к воскресенью В воскресенье у нас обзор следующей недели Вот как сегодня, ну, сегодня он будет абсолютно Вот такой вот Просто хотел вас предупредить О том, что, собственно говоря Десять дней не будет Поэтому еще раз говорю Те, кто поддерживают канал Ну, потерпите Тем, кто там срали в комментариях Вообще на вас похер Поэтому, в принципе, как говорится Десять дней не так много Но в воскресенье, естественно Мы будем всегда делать обзор В следующей неделе Будут все календари Будет полная аналитика Поэтому, собственно говоря Если, как говорится Будете после десяти дней В подписке Всегда все это дело увидите Ну и, естественно, как я уже говорил Подведя итоги прошлой недели Непосредственно за все события Которые вот происходят за субботу и воскресенье Как я уже говорил И в очередной раз вам подтвердил Да, что и Байден у нас Снялся с предвыборной гонки Именно выходные И вот эти все боевые действия Проходили именно выходные Потому что, как я уже говорил За субботу и воскресенье Как правило, происходят те события Которые могут сильно оказать влияние На рынок на следующую неделю Но делают их и производят Именно выходные Чтобы не было воздействия на рынке В тот момент, когда идет Основная торговая сессия Поэтому, исходя из того Что мы получили данные С пятницы прошлой недели И подведя итоги недели Зная, что произошло за субботу и воскресенье И зная, что будет уже Непосредственно на следующую неделю Да, какие будут события Мы уже можем приблизиться Реально по прогнозу Курс валют максимально близко К тому, что будет на следующей неделе Так что, господа Если не хотите ничего этого пропустить Подписывайтесь Следите за нами Будьте в курсе Через 10 дней Со всеми встретимся Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...